Почему именно эти спектакли решили провести в Россию? Потому что между ними огромная пропасть. Между «Однажды» и «Кицалем» — это пропасть временная, пропасть эмоциональная, энергетическая, они очень разные. Если «Однажды» о том, что происходит в сердце любого человека, у человека сегодня, как любовь, как встречи, как чувства, как какие-то чувства запрещенные, как месть, как трусость, это все есть в «Однажды». Там очень много человеческого. Он очень человеческий спектакль. «Токицаль» — это совсем не человеческий спектакль, где мы стараемся и надеемся, что это получается, показать, что тело человеческое очень много может чего и сделать, и послать, и достать людей. Это «Кицаль». Это просто огромные две разных техники воздействия на публику. Вы, в принципе, уже в России тот и другой спектакль показывали. Изменяется как-то восприятие их во времени? Да, да, понимаете, это как бы то же самое, что если человек не знает языка итальянского, то книжку не прочитает. И вдруг люди за последние годы стали читать, они стали понимать язык тела. То ли потому, что приезжало больше компаний в Москву и в Питер, в Россию, то ли потому, что мозги уже просто устали людей, уже просто отсохли постоянно думать о чем-то или слышать что-то постоянно. То они стали читать язык тела, и они читают наши спектакли лучше, более глубоко, и мы чувствуем такой офигенный фидбэк, такую отдачу. А вам вообще зрители важны? То есть у вас, в принципе, искусство, оно может показаться закрытым, да, именно для понимания? Ну, как можно, у нас всю жизнь мы работаем для людей. Ну что, мы перед зеркалом можем выступать, ну, замечательно, можем репетировать, но наша миссия, наша работа – это господи для людей. Они приходят смотреть на нас и хотят увидеть на сцене какой-то другой мир, другие какие-то чувства почувствовать. Не то, что есть на улице, не то, что они почитали в «Утром газете». Они этого хотят, они уже наши, они пришли за веселье. Наше дело очень сильно работать, очень сильно тренироваться, чтобы этот мир на сцене создать, другой. Ну, какой он? Не знаю. Ну, вообще, часто говорят, что это детский мир, детские впечатления, какая-то радость такая. Слова, слова, детские впечатления, хорошо, мир снов, мир фантазий. То есть это мир, о котором нельзя рассказать словами? Если бы можно, мы просто рассказывали, или книжки писали бы. Мы работаем телом, и тело у нас как инструмент, который должен послать в зал вокруг себя любые человеческие чувства, но посланные через тело. И это гораздо сильнее, гораздо мощнее, потому что они необъяснимые. Можно назвать слова «магия», «медитация»? Нет. Все проще одновременно, все сложнее. Сложнее, потому что необходимо, чтобы нас на сцене не было. Чтобы не было нас поименных с годом рождения, с национальностью, с паспортом, с банковским счетом. Что таких людей на сцене не было. Чтобы были просто сущности. Чтобы это случилось, нужно сильно переколпачиваться, перестраиваться. Это занимает время, месяцы, годы, и большая поделка к спектаклю. Это непростая работа. Как вообще спектакли живут? Они когда-нибудь прекращаются в существование? Да. Они устают, а потом приезжают обратно к нам. Они устают и уходят как-то за угол. И мы с ними не выступаем. Мы просто чувствуем, что устал спектакль. То ли устали персонажи его, то ли устала сама история. Вдруг просто захотелось ему отдохнуть и поспать где-то. Проходит год, мы сразу все хватаем, берем, он опять новый, опять свежий, опять весь бьется и кипит. Не знаю, как это происходит. Вы сейчас подслушали новая версия Кицали, да, какая-то? Новая по отношению к чему или нет? По отношению к вечерашнему. Угу. И Уанс, которому сейчас не первый год, он уже завтра будет другой. Потому что мы уже опять что-то придумали, маленькое, опять что-то изменим. То есть в прошлом году вы получили золотую маску за другой спектакль? За Кицаль? Нет, ну не имею в виду. Да, 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 все, это был другой Кицаль. По крайней мере сейчас там есть, там появилась одна вещь в Кицале очень странная. Там появилась такая смелость какая-то, смелость животного мира на уровне уже, на грани риска и травматизма. Нам очень хочется это испытывать. Мы очень много сейчас посетили, целый год. Работа с животными, работа с зоопарком, изучение техники движения животных, их реакции, их прыжков, их структуры мышечной. Какой человек, каким животным? Очень интересна белка, ее неподвижность и замирание с хвостом, ее баланс хвоста. Ужасно интересны. Ужасно интересны прыжки пантеры и тигра. Ужасно интересна дистанция и ощущение пространства кошки. Которая прыгает, скажем, на шкаф, бесшумно, без всякого запаса. Она взлетает только на тот момент, который необходим. Она не видит высоты шкафа. Она взлетает и она там. В процессе полета она видит дистанцию, она должна остановиться. Потом берешь кошку за руки и за ноги. Отпускаешь. Вот над землей столько. И она уже стоит на ногах. То есть проворот через центр тяжести. Учимся и учимся. Это все очень трудно. Это все непросто, но это обалденные вещи может тело сделать. Слушай, трупы вообще связаны очень много мифов. Секта, 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 секта. Ну что это за образ жизни такой? Он отличается от большим человеком? Ну хорошо. У нас образ жизни. Вот приехал, в 5 утра ты встал. Нужно обязательно сделать зарядку, хотя бы небольшую. Прыг на поезд. Дрезден-Берлин. Берлин, самолет, Тигель-Москва. Встретили. 3 часа. Подсмотреть театр. Вернуться в гостиницу. Полчаса прийти в порядок. Приехать в театр на монтировку. Это не похоже на театры. Короткая ночь. Вот это маленький пример. А так, если мы свободны, у нас нет спектаклей. Это в 10 утра тренинг. 2 часа. Потом какие-то наши дела обязательно связаны с офисом, с коммуникацией, с миром. Потом репетиции. Опять какая-то работа творческая. Но зато мы целый день делаем то, что мы хотим делать. Вот эта разница. У нас нет работы, к которой мы обязаны идти. Не хотим мы завтра работать. Ничего, что-то не нужно. А нужно поехать на озеро купаться. Поехали купаться. Но это все подчинено работе на спектакль, работе на наше тело, работе на нас. А упражнения бывают сложные, тренинги бывают сложные и тяжелые. Они его матывают и физически, и умственно, и душевно. Потому что это все по работе. Диета, что об этом постоянно спрашивают. Да, мы худые, у нас структурированные мышцы и тело. Это просто тоже такая же каждодневная работа. Нельзя какие-то вещи есть много. Нельзя. Нужно точно думать хорошо и про соли, и про дрожжи, и про пиво. Нужно четко все отсекать. Постоянно голодный. Так хочется есть. И потом, что самое главное, нужно постоянно быть в фантазии. Ведь никто не пишет сценарии, пьесы. Мы же сами творим. Как это происходит? Когда происходит? Ой, придумал. Как это возникает? Где? В машине? С стаканом белого вина? В самолете? Где ты придумаешь спектакль? Никто этого не знает. Вдруг бах, он появляется, начинает репетиция. И корабль весь плывет в одну сторону. Делается спектакль и кецаль. Почему кецаль? Почему Мексика? Откуда что взялось? Ну, надо, значит, что-то к нам пришло. В жизни справляются какие-то фольклорные... Это не фольклор, конечно, это совсем что-то другое. Но вдруг... Мифы. Поехала туда. А чем хуже миф, там, не знаю, этрусков, там, ну, вот вдруг кецаль. Ну, надо, значит, надо, значит, что-то пришло сверху. Мы свободные люди. Надеюсь. Спасибо.